В начале июня на свадьбу к своему другу приехала моя лондонская подруга из Екатеринбурга. Мы с ней встретились в всемирно известной уже Пышечной. Купили Пышек, поели немножко. Вкусно? Вкусно? Как всегда, Пышечный. И направились гулять в Новую Голландию. Новая Голландия – это остров в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, площадью 7,8 гектаров, ограниченный рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. Это единственный в своем роде памятник промышленной архитектуры раннего классицизма. История Новой Голландии берет свое начало с момента основания Санкт-Петербурга Петром I. Параллельно с городским строительством началось создание Северного флота. В 1704 году на левом берегу Невы были заложены верфь и здания Адмиралтейства. Для удобства строительства кораблей и доставки на верфь материалов и леса на Адмиралтейской стороне прорывались каналы. Так появился Крюков и Адмиралтейский каналы, соединившие Неву и Мойку. Образовавшийся остров стали называть Новой Голландией. Название передалось именовать так эту местность, которая была устроена по образцу голландских верфей. По одной из версий, это произошло потому, что сама обстановка в районе, где работали приглашенные Петром голландские судостроители, иностранная речь, каналы с подъемными мостами напоминали Голландию. До недавнего времени остров был заброшен, а в 2010 году началась реконструкция, реставрация и организация его пространства. Среди архитекторов и урбанистов со всего мира был проведен конкурс на разработку генерального плана и плана реставрации. Параллельно с этим, в ходе временных программ «Лето в Новой Голландии» прошло исследование потенциальной аудитории проекта. Свободная от застройки территория была трансформирована в летний парк с обширной программой культурных мероприятий. Впервые проект открылся для публики 16 июля 2011 года. Эту дату можно по праву считать точкой отсчета новейшей истории Новой Голландии. В 2014 году на основе генерального плана Work AC голландская компания West8, специализирующаяся на ландшафтном дизайне, разработала проект реставрации и реорганизации острова. Генеральный план подразумевал создание города в городе с максимальным сохранением исторической застройки острова, созданием публичного парка в его центре и использованием сохранившихся зданий в качестве музеев, офисных помещений, галерей, резиденций и торговых площадок. Основными пунктами первого этапа реставрации и реорганизации острова Новой Голландии стали организация благоустройства и озеленения парка во внутреннем пространстве острова, реставрация и приспособления для современного использования зданий, кузни, бутылки и дома коменданта, реставрация и благоустройство набережных Адмиралтейского канала и внутренней акватории острова Ковша, работы по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения острова, работы по архитектурной подсветке парка и отреставрированных зданий, устройство детской площадки, создание травяного сада у здания кузни, размещение временных павильонов и решений для проведения мероприятий культурной программы и необходимых функций парка. Согласно условиям инвестиционного договора, реставрация и реконструкция должны быть завершены в 2025 году. Одновременно с проведением работ, часть острова открыта для посетителей в качестве общественного пространства. Именно по этому пространству мы и гуляли с моей подругой. Походили по насыпным дорожкам парка. Посмотрели детскую площадку, где стоит такой каркас корабля, как будто бы верфи. Увидели небольшое озеро, на котором обычно летом устраивается пляж вот на этой вот насыпной гавани, ну или как ее назвать. И посмотрели, как люди развлекаются, отдыхают в этом парке на общественном пространстве. Кстати, хочу заметить, что здесь можно ходить по газонам, правда не везде. Где запрещено, там написано «Не вступать». Ну, такая ножка нарисована. Вообще, очень мне нравится вот этот вот травяной сад. Тут всегда интересные растения. Допустим, вот в конце мая, в начале июня еще росли тюльпанчики. А прошлым летом я была, там другие были цветы. И, в общем, всегда все цветет. И просто глаз радуется, что организовано вот такое вот реально культурное пространство, которое, кстати, мне напоминает Хакни Вик в Лондоне. Там тоже много различных кафешек, заведений таких вот уличных. И арт-сообщества всякие собираются. Но там еще, правда, много граффити нарисовано. Здесь, надеюсь, не будут раскрашивать. Но вообще выглядит все очень красиво. Вот это вот здание называется «Бутылка». Потому что она напоминает горлышко от бутылки. И в нем находится много различных кафешек, галерей и офисов внутри, по которым мы походили, поизучали различная кухня, японская, китайская. Все есть. Кого интересует, пожалуйста, приходите и наслаждайтесь гастрономической едой разных стран. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! А также мы встретили вот такого вот красивого кота. Ну, расскажи что-нибудь. Ты такой классный! Тик-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти! Все. Устал я от вас. Не знаю, местные жители просто так забрел. И я пообщалась с ним немного. Пончики! Затем мы посидели немножечко на набережной. Я довела свои пончики. И не заметили, как пролетело время. На следующее утро моя подруга отправилась в аэропорт и улетела к себе в Екатеринбург. Вот такие были у меня выходные в начале июня. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok